Песенские послания, управляющие Петропавловской Камчатской партией, Партийской Федерации. Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, престолюбивые воинства, дорогие братья и сестры, примите мое сердечное поздравление с радостным мироспасительным праздником Рождества Христова. В эти священные дни мы возносим смиренные молитвы, воспоминая и прославляя непостижимую божественную любовь. Благодарим Бога за то, что Он сошел на землю и принял на Себя нашу человеческую природу, чтобы спасти нас. Святитель Григорий Никисарийский говорит, что Бог стал младенцем, чтобы нас сделать Божьими детьми. С благоговением и удивлением воспоминаем благословенную Ифриемскую ночь. Под таинственным покровом, которое сворчилось в великое благочестие тайно, Бог явился во плоти. Сын Божий родился ночью, чтобы просить духовую тьму, мглу, которую грех объял человечество. И чтобы напомнить нам, что Он наш Спаситель. И Господь есть свет истинный, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. Святитель Иннокентий, митрополит Московский, 225 лет, со дня рождения, которое мы будем отмечать в этом году, говорит, если бы Иисус Христос не был на земле, то никакой человек не мог бы войти в Царство и Бесное. Как и две тысячи лет назад, мы снова слышим ангельскую песню, «Слава Вышнею Богу на земле мир, человеческое благоволение». Эта песня стала на все времена гимном к Богу воплощению. Она отзывается в наших сердцах благодарностью Богу и желанием исправить свою жизнь во Его Святом Западе. Какими счастливыми были вихлеемские пастухи, которые слышали это ангельское пение. Их разум не мог постичь, но верою сердца их уразумевали, что перед ним тот, кто некогда и действенно земли сотворил Адама, кто теперь из Пресвятой Девы, соткал себе плод и перешел на землю в Новый Адам. Милостью Божию через более чем две тысячи лет и отстоят вихлеемы на тысячи километров православные христиане Камчатского полуострова и сегодня собираются в храмы, чтобы встретить Рождество Христово. В Рождественские дни мы с благодарностью вспоминаем ушедший год. Вся полнота нашей Церкви отмечает ныне 75-летие Святейшего Патриарха. Мы молитвенно благодарны представителям нашей Церкви за попечение у нашей епархии. Молиться за патриарха – это не только богослужебная обязанность, это прежде всего выражение нашего семейного единства и сыновьей преданности. Для Камчатской епархии 2021 год, хотя и был трудным, но духовно богатым созидателем, он ознаменовался празднованием 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В столице Камчатки на историческом месте возводится храм в честь святого князя. В дах Тихого океана несет боевое дежурство подвольный крейсер Александра Невского. Для детей и молодежи были проведены военно-патриотические игры «Зорница» и лектории Третьяковской галерейной Камчатки, посвященные благоверному князю. Строятся храмы в том числе в отдаленных поселках полуострова. Завершилось строительство храма в селе Вывенка Алюторского района в честь святого благоверного князя Александра Невского. Благодарим Господа, что ныне на Камчатке в сорабочничестве с государственной властью и обществом наша епархия трудотворно осуществляет деятельность по сохранению культурно-исторических, нравственных и христианских идеалов России. В частности, во взаимодействии с родительским сообществом школьный курс «Основы православной культуры» стал во многих районах Камчатки самым популярным. Родители и в целом общество возвращаются к православному пониманию смысла жизни, таинства, брака, семейных отношений. После пика пандемии в храмах нашей епархии увеличивается количество крещения взрослых и детей. Мы искренне молимся о тех, кто еще не обрел веру. За каждую божественную литургию мы молитвенно благодарим врачей, медицинских персонал и добровольцев кризисных служб Качарки. Молимся об укреплении здоровья жителей нашего края, оказавшихся перед лицом новой коронавирусной инфекции. Да получат и они утешение, исцеление от благомогенца Христа. Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, крестолюбивые воины с Режеством, Христом и Новолетием. По слову святителя Филарета Московского, пусть будет наша радость истинной, чистой и полной, но пребываю со всеми вами благословение и милость Богомогенца Христа. Нам с вами еще сегодня, кресты и братья и сестры, по мере сил немного духовно потрудиться, приглашаю всех вас принять участие в торжественном, традиционном, рождественском крестном ходе, который начнется сегодня из Камчатского морского собора в 13 часов, и мы вместе расследуем на центральную площадь нашего города. Всех вас сердечно поздравляю с праздником, благодарю вас за ваш молитвенный труд, за наши совместные молитвы. Причастники, вас благодарим Господа. Слава Тебе, Божий мой! Слава Тебе, Божий мой! Благодарю Тебе, Господи, Божий мой! Я понятел меняся грешного, но общеньками отбытия святынь Твоя, сподобла еси. Благодарю Тебе, к имени достойного, причаститься при чистых Твоих небесных дарах, сподобла еси. Но, владыки, человек, подучи нас рады, умеры, чем скрицы, и даровал нам страшное сялое, что на дворе считается... Продолжение следует...